Всем привет! В этом видео мы построим вот такого вот интересного питомца. Я его назвал питомец Мишани, потому что его изобрел мой подписчик Мишаня. Такого вы нигде не найдете на ютубе. Это оригинальная постройка. А сейчас я вам покажу, что он умеет делать и на что он способен. Вот такой вот механизм. Это что-то наподобие робота. Теперь садимся на стульчик и нужно заново поставить масло, прям как на роботе. Раз, два и сверху тоже. И прикрепляем руки и голову. Теперь надо удалить дерево внизу и стульчик и отключить анчор. Или как его еще называют фиксацией. Теперь выделяю три блока масла через шип на компьютере и ставлю прозрачность на 100%. И вот такой вот получается питомец. Сейчас я механизм опять скрою, 100% прозрачность поставлю. Выделяю и ставлю прозрачность на 100%. Все, готово. Получается вот такой вот питомец, который руками машет. Также он может еще исполнять разные эмоции. Даже умеет говорить привет, но это чуть не доработано. А также если ему включить коллизию, то можно устроить битву. Вот, тут еще один лежал дрон. Питомец. И можно с ним драться. Опа, вон я как далеко выбросил. Можно устроить такую битву. Также у него есть одна интересная способность. Он может из яичной пушки очень прикольно стреляться. Ой, я так под землю лазить. Питомец разговаривает голосом моего младшего брата. Время туториала. Но мы начинаем строить. Ставим три блока клея. Но сначала ставим стульчик. Садимся на него. И у нас в голове прикрепляется клей. Теперь сверху на него ставим блок дерева. И внизу тоже рядом с стульчиком надо поставить два блока дерева. И сохраняем. Теперь перекрашиваем. В серый цвет перекрашиваем деревяшку верхнюю. А в красный две нижней. Также теперь ее нам нужно смасштабировать на 12 делений. Это получается 6 блоков. Теперь ставим на красные блоки масло. И на них ставим блок пластика. Но только сейчас шаг перемещения ставим на 0.5. И на одно деление отступаем. Так вот получается. Теперь нужно смасштабировать вверх. А цифры должны быть такие координаты. 2, 10, 2. 2, 10, 2. Теперь по бокам ставим по одному блоку. Можем вернуть на место перемещение. И масштабируем. На 6 блоков. Вбок. Вправо и влево. И перекрашиваем. Сверху тоже на них ставим. И нужно сейчас масштабировать назад. На один блок. Получается координаты 2, 2, 4. Теперь на них тоже ставим. Для блоки пластика. И тоже их масштабируем. Точно так же как предыдущие. 2, 2, 4. И так же еще раз делаем. И сохраняем. Потом ставим еще один наверх. И масштабируем его уже на 3. И там еще один блок ставим. И теперь нам нужно сверху построить платформу 5 на 5 блок. Координаты 10, 2, 10. Такая вот платформа получается сверху. Это будут руки. И точно так же нужно построить с другой стороны. Теперь мы строим что-то похожее на поворотник. Масштабируем. Получается вот такие вот что-то когти. И вот таких вот штуковин нужно построить 3. Еще одно посередине. Теперь перекрашиваем его. Готово. И получается у нас сервопривод. Теперь мы берем шаг перемещения. Ставим на 0.5. И теперь мы можем поставить вот так вот блоки. Их тоже надо перекрасить в серый цвет, такой темный. Потом мы ставим еще блоки, но пониже на одно деление. На 0.5 деление, пониже. И тут тоже строим 3 сервопривода. Так, теперь ставим 3 блока. Повторяем то же самое, что у нас было наверху. И так же перекрашиваем. Все готово. И то же самое нужно построить с другой стороны. Я вот здесь немного неправильно их поставил, поэтому немножко перестрою. Все, готово. Две руки. И теперь строим какую-то платформу 7 на 7 блоков. 14,2,14. Смотрите, она на одно деление должно отступать от блока дерева. Это у нас будет голова. И теперь, если у вас много блоков, то просто поднимаете вверх на 6 блоков. Или если у вас мало пластика, который можно купить в магазине за 350 золота, 50 блоков, то тогда сейчас я вам покажу эконом вариант. Ставим 4 блока. Потом из них нужно построить стенки. Можно их вообще замасштабировать, чтобы они очень тонкие были. Тогда вы еще кучу блоков сэкономите. И поднимаем наверх. На 6 блоков. И крышу тоже нужно построить. Готово у меня. Получается вот такой вот немножко приплюснутый куб. 7 блоков длина, высота 6 блоков. И ширина тоже 7 блоков. Теперь мы строим голову, лицо. Ставим масштаб на 0 и по максимуму приплюснутый куб. Здесь у меня немножко неровно. Уравниваем. Получается такая вот маска. Теперь можно взять либо неон, либо пластик. И построить глаза. Перекрашиваем их в зеленый. А в черный перекрашиваем маску. Можно сделать из неона вот такие вот глазки. Любые какие охота. И тут также нужно построить лицо. Уже рот. Из пластика буду строить. Из неона он слишком свечащийся получается. Я сделаю прям как у Мишани. Но кажется из пластика даже лучше получается, чем из неона. Поэтому я наверное лучше из пластика сделаю. Все, я сделал глаза из пластика. Перекрасил их в зеленый. Теперь нужно выделить весь механизм. И поставить прозрачность на 100%. Вот уже можно сказать, что все готово. Немножко подровняю свой глаз. Теперь запуск. Мы ставим на красное дерево по маслу. И сверху тоже вот тут есть деревянный блок. Мы на него тоже ставим масло под ним. Получается у нас голова тоже прикрепляется. Теперь удаляем красные блоки и стульчик. Выделяем масло. Шифтом на компьютере или по отдельности на телефоне. И ставим прозрачность на 100%. И вот наш питомец готов. Может бегать. Также у стива нужно отключить коллизию. А то он будет врезаться. Можно включить команду e-dance или исполнять всякие эмоции. Он с ними справляется. А можно включить коллизию и устроить битву. Также можно сделать декор какую-нибудь шляпку. Быстренько за 5 минут. Можно вообще над декором постараться полчаса посидеть. И получить красивых питомцев. Но ни в коем случае нельзя кушать синюю конфетку. Которая уменьшает персонажа. А то вы упадете в бездну. Вот такой вот получается питомец. Вот мы немножко над декором посидели. Вот так вот получается. И устроить битву. Если у вас есть хороший механизм. И вы хотите им поделиться с другими. То можете мне написать в дискорд. Ссылка есть в описании. Мы вместе с вами снимем ролик. На этом видео подходит к концу. Оценивайте его лайком. И подписывайтесь на канал. С вами был Уфгеймс. Всем пока-пока. Ну а если у вас что-то не получилось. Есть вопросы. Напишите о них в комментариях. Я обязательно отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok